Приветствую вас, мои дорогие подписчики и новые зрители! В этом видео готовим ризотто. На этот раз летний вариант. Он будет содержать сезонные овощи. Те, которые есть у вас под рукой. Сегодня я добавляю те, которые у меня есть под рукой. В сковородку добавляем примерно 25 грамм сливочного масла и 2-3 столовые ложки оливкового масла. Все это растапливаем вместе. К маслу добавляем лук и сельдерей. Если вы не любите лук, как я, то в этом блюде вы можете не переживать. К концу приготовления лук не будет ощущаться вообще и его не будет абсолютно видно. Но если проблема острая, лук вы можете пропустить. Все прижариваем около 2 минут. К прижаренному луку и сельдерею добавляем рис. У меня здесь примерно стакан. На человека понадобится 80 грамм риса специального для ризотто. 80 грамм это примерно жменька. Жарим еще минутку. Рис немного прижарился. Добавляем к нему белое вино. У меня это мускатное десертное белое вино. Добавляйте всегда то, которое вы обычно пьете. И обязательно белое вино. Добавляем примерно полстакана. Даем алкоголю испариться. Алкоголь испарился. Рису добавляем постепенно бульон. Овощной или куриный. В моем случае это куриный. Каждый раз постепенно. На такое количество риса понадобится примерно литр-полтора бульона. Бульон обязательно должен быть горячим. Уменьшаем огонь до среднего. И ждем пока бульон впитается в рис. Затем добавляем следующую партию бульона. Готовим рис при постоянном помешивании. Как заварной крем. Эта порция бульона впиталась. Добавляем следующую. А также кабачки цукини. У меня тут один средний. Резать можете по вашему усмотрению. А также спаржа. У меня здесь примерно 150 грамм. Это стебли, которые я порезала кубиками. А это верхняя часть, которую оставляю в самый конец. Добавляем стержни. Все перемешиваем. И закрываем все крышкой. Итальянцы обычно не закрывают ризотто крышкой. Готовят все в открытом виде. И все время перемешивают. Но на моем опыте, если я не закрываю крышку, то рис размягчается очень и очень медленно. Поэтому я вам рекомендую на середине приготовления закрыть все блюдо крышкой. И рис дойдет намного быстрее. Вода впиталась. Второй порции овощи готовятся. Рис уже стал намного мягче. Добавляем к нему последнюю порцию бульона. Также зеленый горошек. Если у вас есть свежий, добавляйте свежий. У меня есть замороженный. Я добавляю на глаз. Также добавляем головки от спаржи. Все хорошо перемешиваем. На этом этапе можно увеличить немного огонь. И при постоянном помешивании подождать, пока вся жидкость испарится и впитается в рис. Всего весь процесс добавления бульона занимает около 20-30 минут. Ризотто почти готово. Вся вода впиталась или испарилась. Последний штрих это добавить в ризотто еще немного сливочного масла. И очень хорошую жменьку пармезана. Пармезан все свяжет. Сделает ризотто правильной консистенцией. Все хорошо перемешиваем. Наш ризотто готов. Мне не терпится его попробовать. Сверху можно посыпать мятой, цедрой лимона. Но это по желанию. Получается очень вкусно. Сезонные овощи могут быть самыми разнообразными. Например, вместо цукини вы можете добавить обычный кабачок. Горошек и спаржу можно пропустить. Можете добавить, например, болгарский перец. Но в самом конце, потому что он может раствориться за долгое время приготовления. Вообще, ризотто это очень гибкое блюдо. В том плане, что ингредиенты могут быть самыми разнообразными. Включая мясо, грибы, рыбу. И вот такое вкусное овощное летнее ризотто. Готовьте на здоровье! Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Делитесь этим видео с друзьями. Нажимайте на колокольчик. И мы увидимся в следующих выпусках. Пока-пока!